Мы продолжаем обсуждать первую главу капитала у Макса. На предыдущих нашем семинаре Владимир Николаевич Лебедит и Влад Рустанович Гатятурия сказали много чего интересного. Я над этим делом подумал и во вторник придумал некую теорию стоимости, радикально отличающуюся от всего того, чего мне до этого было слышно. Я заедить придумал? Ну, разумеется. Это уже забавлено. Значит, один из главных постулаторов, который, понятно, почему Макс не мог сделать, потому что это такие же труды, о которых я сегодня буду рассказывать, во времена Макса просто не представил. Значит, одно из самых главных постулаторов Максской теории, она состоит в следующем, что у любой вещи есть некая объективная характеристика. Помимо того, что диван или стол весит определенную массу, имеет определенную массу, это его объективная характеристика, у каждой вещи есть некая другая характеристика, которая называется стоимость. И все вещи, они, как и говорят, чего-то стоят. После этого Макс делает вывод, что эта стоимость есть не что иное, как воплощенный, полезный человеческий труд. Или, по-посту говоря, воплощенное человеческое рабочее время, просто абстрактное рабочее время, когда абстрактный рабочий чего-то совершенного, абстрактное делает. Вот такова ситуация, значит. Он это считает нормальным. Но было, было там обращено наше внимание на то, что откуда берется представление о том, что вещи чего-то стоят, и это стоимость есть некий труд. А это чисто из эксперимента. То есть человек приходит с этими самыми вещами на рынок и пытается их продать. А другой человек приходит и пытается их купить. Если таких продавцов достаточно много, и покупателей тоже достаточно много, то поздно или рано существует такой эксперимент, что вещь за нее будет получена ровно столько, сколько она тратит собственного времени. Ну, действительно, мы полагаем, что воздух, которым лежит человек, бесплатен, что где-то в самом начале лежит некая вода, из которой что-то сделано, которая тоже бесплатна, хотя и приходится почку последований. В конце концов, действительно, с этим экспериментом, Максовским, трудно не согласиться, вещь стоит только столько, сколько за нее готов отдать человек. То есть только сколько труда потрачено на ее самое производство. Это так. С другой стороны, мы имеем прямо противоположное знание, например, знание о стоимости цены нефти. Но в самом деле, она в течение последних трех-четверых лет колебалась от 30 до 150 долларов за бочку. Мы понимаем, что в таком случае стоимость нефти никаким образом не соотносится с ее абстрактным потраченным трудом на ее доставку, на ее транспортировку, на ее добычу. Потому что от 30 до 150 раз ее цена проливалась. И мы отлично знаем, и все с этим, в общем-то, соглашаются, что цена нефти таким образом определяется из некоторого состояния мировой экономики, а не из какого-то абстрактного труда. Здесь совершенно правильно этот эксперимент, ну, похожий эксперимент, нам указывает Владимир Николаевич Лебедев, и говорит, что в ситуации с трудом, с абстрактным рабочим временем и со струностью вещи не все так просто. И действительно, правда, вот это дело дело, что цена определяется неким комплексом факторов, это так и не так одновременно. Вот это я и постараюсь показать в следующем докладе. Теперь попытаемся понять, как это бывает так, что с одной стороны товар чего-то стоит, а с другой стороны эта стоимость определяется в неком акте обмена или измерения. То есть, что у нас как право на обтяжении происходит? Как это у нас тут? Это не то, что отцепится. Куда? Как инвестиционно, вот так надо. Так? Вот так. То есть, у нас здесь что происходит? Вот у нас есть некоторый предмет сам по себе. И после этого происходит некоторый акт измерения или акт самого... Ну, после чего приходит на рынок и пытается ее обладать. Вот это. Вот здесь предмет тогда получает некоторую идею, то, что, например, стоит х. После этого мы говорим, что вещи у нас стоят х. Таким образом, да? Ну, с массой так и происходит. Вот это самое кресло, оно всегда имеет массу n. Для того, чтобы ее точно узнать, надо пойти и взвести ее на весах. Взвесив ее на весах, я узнаю, что ее масса n. Тем не менее, в природе человеческой бывают такие системы, когда у нас параметр не определен до процедуры измерения. Речь идет в качестве примера такой квантовой механики. В квантовой механике как оно происходит? У тебя есть некий параметр, например, некий параметр координата или импульса, например, какой-то квантовый механический параметр, ну, например, импульс. До того, как ты его померил, ты не можешь говорить об определенном, к чему он равен. Когда ты его померил, что у нас произошло? Он получился, но ты не можешь делать дальше обратный ход и сказать, что этот самый импульс до измерения был ровно такой. Да ничего подобного. Почему? А потому что считается, что у нас прибор, который мы меряем, является мощной макроскопической системой. И пусть микроскопического тела очень мало, и микроскопическое тело слишком мало. И поэтому тогда получается, что то состояние, в котором он находился до этого, в момент измерения разрушается. Оно разрушилось. И поэтому мы не можем говорить о том, что мы в момент измерения померили, что импульс стал у него какой-то там P, что он до этого был тоже P. Да ничего подобного. По той простой причине, что само измерение оказывает влияние на состояние некой предыдущей системы 1. Вот такой квантово-механический подход. Обобщим его на понятие стоимости. С одной стороны, мы понимаем, что стоимостью предмет обладает. С другой стороны, мы понимаем, что до этого самого акта обмена, когда человек пришел на рынок, вот акт обмена, вот акт обмена, мы именно в этот самый момент, этот самый акт обмена, он и получается, что приобретает некое понятие стоимости, то есть некоторое увеличение. С этой точки зрения можно сказать. Опять, я использую доступный мне язык из языка квантовой механики. В самом деле, что являются в квантовой механике причиной подобного рода состояния? Положение дела. Потому что там два, все как бы величины делятся на два очень больших фактора. Первые, это такие, как масса. Масса и заряд электрона. Они являются некоторыми числами. Они себя ведут точно так же в нашем макроскопическом мире. Кресло всегда имеет массу. Электрон всегда имеет некую массу. Что-либо еще. Им не соответствует, как говорят операторы. Это просто некий численный парент. С одной стороны. С другой стороны, у нас оказывается прямо противоположная ситуация. Когда у нас, скажем, импульс или координата, они выступают у нас в качестве х, в качестве некоторого эксперимента, в качестве некоторого оператора. Импульс P, х это х. Х это когда нечто у вас умножается на х. А P, грубо говоря, это импульс, она пропорционально производный ПДХ. Это вот такой оператор. То есть, то, что здесь выражение какое-то стоит, он на него действует, и вот это называется импульсом. Поэтому импульсы координата в квантовой механике являются операторами. Точно так же я пытаюсь сказать одну достаточно простую, но неожиданную вещь. И в макроскопических измерениях стоимость, максовая стоимость, тоже является оператором. Таким образом, его значение состоит в том, что мы на множестве некоторых его, некоторых значений его определяем. Что это значит? А здесь у нас возникает любимый галатовский рынок, или вот этот самый эксперимент. Это тогда, когда мы приходим, что у тебя есть некоторый предмет, например, стул. Этому стулу соответствует некий оператор. Именно, не число, а оператор. И когда мы его приносим на рынок, этот оператор получает свое значение. То есть, он, то есть, у нас оказывается некое состояние рынка, которое я буду, например, обращать в такую буковку. Ну, для того, чтобы сохранить аналогию с квантовой механикой. Вот такой буковкой. И когда у вас происходит оператор на S, тогда что у вас здесь? Если Пси. А? Пси. Ну, Пси, да. Пси. Пси, наверное. Пси. Пси, это Пси. Пси, ладно, пусть будет Пси. Когда вот оператор S, он действует на нее, то вот, значит, он происходит так. Что в квантовой механике? В квантовой механике, ну, например, аналогом вот этих состояний, частичных состояний функций, выступают волновые функции. Тогда, когда мы хочем в определенном состоянии, описывающиеся буковкой Пси, мы пытаемся померить значение оператора, что это мы должны были сделать. Когда вот такое будет S, оно будет сопряженное вот так, интеграл, действующий оператор S, вот здесь это оператор. Опять на него продеку, где некоторый объем, по которому происходит интегрирование. Мы видим, что только в момент измерения, то есть мы видим, что для нас является важным различием. Важным различием является величина, то есть некоторый оператор. Такие операторы в квантовой механике являются самосопряженными, так называемыми. С одной стороны. С другой стороны, есть некое состояние. То есть у нас есть, во-первых, наблюдаемое, потом состояние, в котором оказывается это наблюдаемое. У нас есть стоимость и состояние, в котором оказывается стоимость. Вот, если мы с этим делом согласимся, что если стоимость у нас является неким эхоскопическим оператором, подобным квантовому механическому, то тогда стоимость определяется только в момент его самого измерения. По той простой причине, что стоимость есть число, и вот таким образом оно оказывается. То есть мы берем наш стул, к которому присоединен уже не число типа массы, а оператор. Приходим с ним на рынок и начинаем его мерить в каком-то взятом состоянии. И понятным образом, что измерение этой величины будет зависеть от состояния. С одной стороны, физический смысл вот этого оператора, я полагаю, что все-таки это абсолютный труд, то есть время потраченного рабочего на производство какой-то вещи. Но с другой стороны, его численное значение зависит от состояния, в котором он оказался. В котором находится рынок лучше. Да, в котором находится рынок. Как бы прибор измерения. И это правильно, это неправильно. Сейчас я это объясню еще, в чем здесь разница. Здесь надо опять такое посмотреть, рынок и это. Опять, я вспомню эксперимент Макса Готиатуллина. Макса Готиатуллина, потому что я принес на какой-то рынок и чего-то там взял и померил. Но небольшой. Мы вспомним, что квантово-механические операторы самосопряженные, они обладают вот таким свойством. Вот она будет собственная функция. Вот здесь будет некое число. Вот это S уже здесь число. Если это здесь был оператор, я его с галочкой посвящаю. То здесь у нас как бы волновая функция S. То есть это задача на собственные значения. Оказывается, что есть такие три функции, в которых оператор ведет себя подобно умножению на некую численную константу. Но это только в некоторых функциях. Такие функции называются собственными функциями системы. А S это и называются собственными значениями. То есть в неком самостоятельном ситуации, когда мы работаем собственными функциями системы, то у нас оказывается, что оператор принимает значение некоторого числа. Если мы обратим внимание опять на эксперимент Макса Катятурина, то мы обнаружим следующую замечательную вещь. Вот когда человек пришел и принес стол, табаретку или что-то, на время, где 50 человек пытаются это дело продать и еще 50 человек купить, то это как раз и будет вот этот самый эксперимент на чистых стульях или на собственных состояниях оператора стоимости. Вот в чем дело. Это в этом. Поэтому этот некий абстрактный эксперимент действительно имеет место быть. Почему это так не будет? Что это будет чистое собственное значение? Ну потому что он как бы собственное значение, но потому что, грубо говоря, у нас в абстракции в этой существует только стул. И больше ничего. Вот у этого стула, как бы, у него есть некоторые собственные значения. Я полагаю, что налог для здесь уместен. А что имеется в виду под собственным значением? Под числом? Матейский термин? Число, да. Собственное значение. Это решение. Да, вот это у нас умомнение. Вот оно вот так решается. Если его решить, то есть перевести как бы оператор вот просто к оператору умножения. Да. И получаем какое-то число, допустим, в стоимость там. Да, да. То есть у нас тогда... Суше стальца долларов за баррель буряр. Нет, понифть позже. Нет, ну конкретно. Получается, у нас, говоря, вот у нас есть оператор, оператор, он можно попытаться решить задачу в таком виде. И тогда мы в качестве решения будем иметь вот просто квантомеханическую постановку. Проблема будет. Ну это, в общем, общая постановка. Общая постановка, да. Мы будем иметь вот набор вот таких параметров, вот его, в качестве решения. Н, вообще говоря, может, этот индекс в квантомеханической очень любит его быть дискретным, а здесь некое количество чисел. То есть вы понимаете, да, что тут возникает... Ну вот Н может пробегать и непрерывную часть вещественной оси. Может пробегать. Бывает, что ситуация, что этот Н, он может какой-то интервал занимать, ну, у некоторых операторов, скажем, от нуля до единицы, а потом будет один, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, как бы, спектр решения вот этого оператора, он, получается, состоит как бы из двух частей. Непрерывной части, где их очень много, этих Н, то есть, этих волновых функций, соответствующих чисел. И дискретных. Вот. Это просто, это просто общие места математические. Просто если мы договорились с вами для того, чтобы у нас S, то есть оператор стоимости является именно оператором, а не числом, то тогда, возможно, некоторая абстрактная ситуация, когда он будет вести себя в подобную числу. Как этого, я полагаю, так и происходит в ситуации эксперимента Макса Кокеатулина. Вот так оно и происходит. Ну, вы согласитесь, что в этом есть как что-то? Что вот в некоторых случаях, в некоторых абстрактных ситуациях, когда мы пытаемся вычислить на некоторых специальных функциях, то есть на некоторых специальных состояниях, а когда мы продаем только стул, мы только, грубо говоря, мы имеем эту ситуацию в собственном состоянии. Собственных состояний операторов много, а когда ты продаешь стул, как бы, Получается всегда одно И это чрезвычайно интересно Это оказывается, что даже в такой простейшей задаче Ты можешь иметь несколько значений этой самой стоимости И несколько значений оператора состояния Можешь, по сути И что этому не запрещает То есть мы видим, что из общих принципов теории измерения Оказывается возможным понимать ситуацию Когда стоимость одного и того же стула Может описываться разными величинами В зависимости от состояния Это на самом деле логически не совсем верно То есть ты подвел сначала квантовую механику По теории стоимости Априори полагая, что она там Ну, условно говоря, аналогия применима А потом уже из этого дела решили Надо еще доказать, что она там применима Я, например, не вижу никаких оснований Для того, чтобы там был некий набор В таком чистом эксперименте Мы же не смотрим влияние на мировую экономику Да, да Мы сейчас тоже посмотрим Мы сейчас посмотрим на мировую экономику Нет, может быть оно и одно Но ничто не мешает быть n Как это интерпретировать, я не знаю У меня сейчас нет предложений Вполне возможно, что одно Что действительно есть некоторая выделенная функция Которая является как бы состоянием Вот этого самого оператора стоимости 100 В которой оператор стоимости принимает числовое значение Вот такое Может быть она всего лишь одна Я от этого не пытаюсь отказаться Просто начальная постановка задачи Что стоимость заранее неизвестна Она определяется в результате измерения В результате обмена А обмена вступает в действие Как прибор, который устанавливает собственную стоимость Да, сути аргумента вот этого Хотя Тульна об этом она состоит А если это так То если действительно заранее стоимость неизвестна То тогда можно попытаться Просматривать это вероятностным образом Вот через функции Не обязательно вероятностным Здесь я очень мало чего Когда мы вероятностно И потом говорите Стоимость заранее неизвестна Условно говоря Стоимость Я не знаю Там 10 рублей условно говоря Сейчас И 10 рублей 50 лет назад Это разная стоимость Ну мы стоимость во времени У нас стоимость это время У нас все-таки стоимость времени Не деньги, а время Деньги это эквивалент стоимости Это просто ценовое выражение Ну вот У нас это время просто Поэтому Это та величина Через которую измерят Там метры Там Понимаешь Время в рублях Стоится все время дороже Это понятно Просто шкала Каждый раз разная И все Что я хочу сказать Что из операторного Такого подхода Стоимость это оператора Из этого кстати Следует невозможность социализма Полная Так Игорь Извините Ну вот это Оператор такая Что Карл Марш Тоже говорит Что стоимость Определяется многофакторно И конечная Конкретная Стоимость вещи Она и определяется В результате обмена Вы это и сказали Я вот такой Это все правильно А просто До обмена Вот у вас есть товар До обмена До обмена Стоимость Да С массовской точки зрения У него есть стоимость До обмена Что у тебя есть мир Такого Классическое представление До Что таких вещей Константы есть До изменения У каждого есть парагмин У каждого есть массовое Что-то весит И каждый что-то стоит Это некоторое время Абсолютно Абсолютно Представление Что каждое Ну допустим Как физик Каждое тело Имеет набор Каких-то параметров Заранее До всякого измерения Как бы где-то В абсолютном пространстве Это тело существует Абсолютно Абсолютно Монятия Этих параметров То есть они Не имеют Эти параметры А измерения Это как бы внешняя операция Мы как бы измеряем Просто устанавливаем Какие это параметры А фактор механики Это фактор механики Как бы вот такое представление То, что где Есть какой-то Условно говоря Объект Который заранее Имеет эти параметры Он Неадекватен Самой ситуации Потому что эти параметры Они не определены Они сами по себе Не определены Самому Как бы Существует Ники объекта А параметры Эти не определены И они определяются В зависимости от того Как произойдет измерение То есть прибор Он редуцирует этот параметр К некому состоянию прибора Всякий раз То есть так же так Так же и стоимость Да Она как бы есть Но не определена еще Но не с массой Но не с массой Что квантовой механики Что классическая механика У нас это параметр У нас Абсолютные параметры есть Есть мир В котором там Фикус столько-то весит Этот Сто как-то весит Он весит настолько А со стоимостью Там у него дела хитрее Сколько стоит фикус И с крестом Оказывается Дело хитрее Да Это как бы получается Неклассическое представление Получается Что есть некие параметры В том числе и стоимость Но есть и другие параметры По механике А если это так Вот если мы с ним согласимся То у нас есть Возникает светлый Марсовский мир В котором есть большое количество Вещей Стул Стол Что-либо еще Ему везде стоимость С1 С2 С3 И так далее Как бы что делает Тогда с точки зрения И каждое Это количество Некого времени Которое тратит Рабочий на его работу Что значит С марсовской точки зрения С марсовской точки зрения Что делает капиталист Он берет И ворует Часть времени рабочего Да Ну да Ну да Прибавивший стоимость Он ворует Часть времени этого рабочего Ну это и есть Прибавивший С его точки зрения Поэтому он говорит Что возможно Некий другой мир Мир, скажем Социализма Где поскольку Вот этот стул Обладает массой Н Точно так же И обладает Непрестуемостью То мы возьмем Напрямую И померяем Сколько стул Стоит времени Сколько стол стоит времени, сколько кресло стоит времени. И у нас окажется такой статистический мир, где каждой вещи совершенно объективным образом назначена ее абсолютная цена. Это как масса и прочее. Да, как масса. Вот такой будет мир. И это будет статистический мир. А у нас получается так, что если у нас нет рынка, нет обмена, то есть тогда, когда вот этот самый оператор стоимости принимает некое конкретное значение, то у нас и некоторого числового параметра, соприкосующего к нам предмету типа массы, нет. Поэтому к социализму невозможно получается у нас. А возможно только ситуация с постоянным рынком, обменом. Который фактор состоит в том, что социализм, если и возможно, то неким искусственным намеренным способом. То есть просто стоимость устанавливается. Да, да, да. Это не естественным образом, как в рынке происходит. А тогда у тебя что происходит? У тебя чего-то оказывается слишком много, а чего-то оказывается слишком мало. То есть у меня на стоимости оказывается меньше рынка, а другая больше рынка. Надо просто декларируется. Будем говорить, что это столько стоит. Да, получается. Они-то полагают, что этот подход научен, потому что у Кресла же есть масса независимости от рынка. А почему у него нет стоимости независимой от рынка? А мы-то сегодня пытаемся показать чисто на основании некоторых факторов теории измерения, что стоимость – это не параметр. Стоимость – это оператор, который принимает некоторые значения на конкретно взятом состоянии. Теперь представим себе настоящий рынок, не фантастическую ситуацию, когда, как я говорил, мы имеем дело с функциями состояний, которые являются у нас ничем иным, как собственным состоянием оператора конкретной стоимости, скажем, стоимости красоты. А теперь мы возьмем ситуацию нашей любимой нерки. А что такое? Вот с квантово-механической точки зрения, там вот наши функции фи всевозможные. Как она? Фи, да? Пси. Пси все-таки. Она все-таки пси. А фи – это какая? Фи – это психология. Пси – это какая-то психология. А фи – это такая, да? Да. Ну, значит, пусть у меня будет фи. Вот, мне просто проще произносить. Фи. Вот. Что значит, что мы меряем некую величину, получаем численное значение А? Мы берем вот эту штуку и вычисляем. С физической точки зрения, что это значит? У нас есть микроскопический прибор, микроскопический объект, который идет к большому макроскопическому объекту. Макроскопический объект, он описывается в этой самой волновой функции фи. Поскольку он очень большой, то этот самый налетающий предмет вносит очень маленькие изменения в его жизни, когда происходит так взаимодействие. Ну, у него есть некоторая величина, скажем, на импульсе. Вот эта величина, а вот она с ним не идет. И оно тогда вычисляется уже не на собственных его значениях, а вычисляется на вот этих собственных значениях или собственных ситуациях фи. На собственных значениях самого, получается, вот этого оператора, вот этого макроскопического объекта. Так же у нас и с рынком. И идет бочка нефти, тащит она с собой оператор стоимости А, приходит на глобальный рынок. А глобальный рынок у нас описывается неким набором собственных состояний фи. Ну, допустим, фи, н, что-то еще. И получается таким образом, оператор стоимости, вот это по-прежнему смысл имеет абсолютного времени, потраченного на производство. Но состояния-то у вас какие угодно могут быть. И таким образом, вот эта самая бочка нефти может стоять от 30 до 150. Ну, колебания. С точки зрения нефти, он-то говорит, что вот эта бочка самая нефти, зависит, потому что на нее влияет много факторов. Много факторов на нее влияет. И говорит, что Макс не прав в том, что стоимость вещи есть некая потраченное время. Ну, с одной стороны, получается, факторов много, но влияют они вот таким образом. Через состояние рынка. То, что ты вот эту твою функцию вычисляешь на собственных функциях некоторого состояния рынка, а не как-то иначе. А бочка нефти таким образом получается. А сам оператор стоимости бочки нефти, как и был, простым временем, так и остался временем. Ну, давайте посмотрим еще два забавных случая. Макс, на самом деле, в этом случае пытается различать стоимость и цену. Типа цена может зависеть от факторов. Ну, вот, конечно. От поливания рынка, от спроса предложения. Ну, вот, представим себе. Стоимость, она вот определяется, как удобно. А, абстрактную штуку. Например, оператор стоимости, ну, например, чего, картины. Картины человек написал. Вот, тогда оператор стоимости, вот, например, будет иметь вот такой вид. А, представьте себе, оператор состояния системы. Он вот такой тоже вид может иметь. И они, когда много взаимодействуют, у тебя будет вообще что-то такое вот высокое. Если ты произвели одно произведение, сделаешь на руку. У тебя картина будет стоить фантастического количества денег. А, представьте себе, стоимость красы, как бы и труда там будет палить. Ну, вот так, да. А теперь, представьте, то, что дает для меня, например, гораздо больше наслаждение, чем картина художника, поэта. Поэта, да? Вот он точно так же, вот он стихотворение написал, так идет, и тут, вот такая. А у него состояние, на котором оно вычисляется, вот такое. Вот оно, вот такое. Ты взял одно другое, но умножил. Че ты получил? Да ноль ты получил. В результате кто? Художник у нас является кем? Богатым, состоятельным, уважаемым человеком. Этот поэт кем у нас является? Ну, нищим там, кем-то еще. В лучшем случае, если поэт гениальным, постучит математике в какой-то школе. Труд вроде бы одинаковый. Труд вроде бы одинаковый. И оба твора, и творческий. Да, и творческий и так далее. У тебя состояние вот этого, всей нашей системы, оно такого получается, что в одном случае у нас, вот он как-то оценивается, в другом случае не оценивается никак. Ну, понятно, почему, кстати, это происходит в обоих этих случаях. По той простой причине, что продукт у поэта, он тиражируется на бесконечности, а есть возможность сделать так, что картина художника оказывается уникальной, единственной. Вот это вот такая ситуация. Посмотрим еще на купечество. Всегда же Макс же говорит, что купечество отличается от чего-либо. Еще действительно, вот эти фангукции Фи, которые у нас характеризовали, они стоимость стула, или конкретные вещи, или бочки, они могут принимать два значения. Фи-1 и Фи-2. То есть, когда у тебя есть два разных принципиального рынка, то есть, когда у тебя система, большой рынок, делится на два сегмента, больших, скажем, на разных, у тебя один и тот же оператор в стоимость А. На обоих этих рынках может принимать... Ну, имеется в виду, что ты живешь в Европе, а потом ты открыл Америку, приехал, ты им ножи продаешь. Каждая сторона из них заключает выгодную сделку. Несчастных индейцев никто не обманывает, когда остров, на котором будет построен ее, просто она несколько бусин. Значение оператора другое. Да, да, значение состояния другое. И у них, значит, один и тот же оператор, а какой-то, как и был оператор, стоимость этой бусинки, как он и был, но на разных этих состояниях он принимает разные значения. Поэтому мы видим, что в нормальной ситуации бочка нефти определяется стоимость состоянием всего рынка, то есть, мировой экономики, но с другой стороны, здесь я с Лебедевым полностью не согласен, вот этот оператор стоимости, то есть, сама стоимость, оно, как и было, некий абстрактный труд. Просто этот абстрактный труд, то есть, этот самый, понимать, что... Он измерит по-разному, иначе не говоря. Этот труд измерит по-разному. Потому что труд измеряется и приравнивается только в процессе обмена. То есть, я не могу заранее известного, известного, как бы, как сказать, измерения этого труда. И у него просто есть труд, как вот нечто качественное. А вот он количественного приобретает только в момент обмена, то есть, когда возникает параметр обмена, да, и на количество. Да, 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 конечно. Когда надо приравнять, вот как приравнивается в математике числа. Это некая количественная характеристика. Как перейти от качества в количество, да? Это совершенно разные категории. И поэтому труд, он как качество существует в неопределенном виде до обмена. И как количество он возникает только в процессе изменения. То есть в процессе как бы установленного перехода товара из рук в руки. И поэтому... А где у нас позже, да? Ну, дали природы. Только труд и труд, труд человека. Затраты нет. Нет, ну, он как бы весь разговор без затрат. Ну, понятно, что затраты учитываются, конечно, при обмене и прочее. Нет, ну, да. Дали природы, как бы, у меня все-таки, я настаиваю, что в тюрьмы себе не входит никак. Что дали природы не стоит ничего. Здесь важно просто, как определяются все эти кризисы. Да, вот кризисы перепроизводства, которые были... Да, 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 да. Ну, по поводу кризиса. Что у нас с кризисом-то происходит? Нет, подожди, вот можно остановиться на фразе. Как, в смысле, дары природы... Не стоит ничего. Не стоит ничего. Сами мы себе... Ну, воздух бесплатен. Бесплатно, воду бесплатен. Если бы он... Нет, ну, допустим... Ну, он может стоить денег, если он станет каким-то... Ну, есть период, да, вот там закончатся киты, да? Вот китовый жир закончится, да, выпили, да? Да. Как там бесплатно? Нету? Ну, и нету. Станет, стоит денег. Все правильно вы говорите. Это... Да, но эта стоимость, она... Вот эта стоимость природных ресурсов, она определяется через состояние общей экономики, через состояние, а не через затраченный труд. Это очень тоже понять, что... Смотрите, вот... Это же и от географии, и от географии. Философский, философский, если объяснять то, что Игорь говорит, на самом деле, да, и как бы не прибегать к физике, да, и к сложной квантовой механике, то суть состоит в том, каким образом качество переходит в количество, да, на конкретном примере стоимости. Труб вложен в некое изделие. Как его оценить, как измерить его? Ну это же вообще... Как это можно измерить? Можно измерить, типа, абстрактно как-то, говорить о каком-то времени, опять же, говорить о каких-то качествах, да. Качество можно измерить только качеством. С другой стороны, ведь происходит обмен на рынке. Приходят люди, там, сидят, кряхтят, там, плюс-минус, там, и все-таки находят какой-то середины, но и обмениваются. Значит, все-таки качество можно редуцировать как-то количество. Вот эта вот редукция качества-количества, это и есть то, что Игорь называет измерением. И действительно, ведь для количества понятие качества есть нечто неопределенное. Вот есть некое качество. Какое оно имеет количество? Как узнать? Ведь для этого это узнать невозможно. Это некая неопределенная величина, некое качество, вложенный труд. Он существует, действительно, вроде в таваре, но не имеет количественных характеристик. Причем мы понимаем прекрасно, что есть труд умелого человека, есть труд женщины, есть труд, как бы разный есть труд. Труд более интенсивный, менее интенсивный. В общем, измерить его. Как его надо измерять? Измерение фактически происходит на рынке. То, что И3 говорит. Рынк – это как бы, по-моему, этот прибор. А на самом деле, если говорить философское, это просто тот самый момент, когда качество переходит в количество, когда оно измеряется, когда добавляется такая характеристика, как количество. И когда возникает количество, и возникает то, что мы называем стоимостью. Вот в чем проблема. То есть стоимость до измерения есть нечто неопределенное в виде качества, а именно в виде вложеного труда, а стоимость после измерения становится неким количеством, которое выражено, допустим, в деньгах или в других товарах. Вот это вот такой философский аспект того, что Игорь говорит. А поскольку здесь применена математика и на самом деле высокий уровень теории, квантовый механик, то, может быть, это можно еще и как-то действительно развить дальше. Потому что здесь затрагивается опять же такой вопрос, как вопрос с кризисом. У меня вопрос возникает, а где у вас стоимость-то, собственно, исходного сырья? Вот, допустим, вот мы пришли на рынок, да, изготовители электролитических конденсаторов, да? Один продает это танталовые конденсаторы, а другой, значит, это, ну, фольгированные электролитические. В одном случае, значит, используется редкоземельный элемент, у него название-то редкоземельный, а в другом используется общедоступный элемент, который... Ну, да как? И где у вас... Ничего, просто редкоземельный элемент и его собственности. Добыть его гораздо сложнее, поэтому он дороже. Ну, нет, затраты же никто не отменяет. Затраты присутствуют. Нет, затраты, в конце концов, я считаю, что все равно сводятся к труду. Все равно, понятно. Они могут, они просто по цепочке. Да, 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 просто, да, это я согласен. Затраты тоже все по цепочке. Нету, нету, нету. Но они могут, эти затраты, могут неожиданно, возможно, тебе сказаться в общем состоянии вот этого, на функции состояния. Самое-то интересное, что Игорь вот это не говорит про пенсию, а самое интересное, что измерение-то может улучшить на кризис. Что оно будет измерить при измерении. По-меньше, да. Меньше, чем ты вложил. Да. В том смысле, что как бы... У тебя, значит, вот эта ситуация. Вы даже помните, что у нас общий рынок описывался различными функциями состояния. Что такое кризис? Это когда он скачком переходит из Фи-1 в Фи-2. И тогда у тебя все вот эти самые наши стоимости, они тут же у нас меняются. Потому что от Фи-1 ты перешел в Фи-2. И вот это самое соотношение было... Можно было, допустим, в некой абстрактной ситуации, было очень выгодно писать картины, потом произошел кризис, стало выгодным писать стихи. Ну, допустим. Ну, допустим. Хотя я думаю, что это никогда не произойдет. Ну, поменялись материальные ценности. Мода поменялась. Ну, не мода. Просто как-то... Не важно. Как-то шоу произошло. Он системный подход. Вот тут ваш Виктор не говорит о том, что он системный подход. Вот есть система измерения. Мы не знаем, как черный ящик горит. Понимаете? Он сложная система. Рынок... Что на него влияет? Космические факторы услуги, человеческие, психологические... Да, что такое угодно. Погобразие факторов. Вот это просто есть система. И вот эта система, как измерительный прибор, измерительный прибор тоже есть сложная система. но как-то еще это состоит, как-то работает, непонятно, как работает. Но тем не менее, на самом деле, он производит измерения. Вот так же и здесь. Игорь не говорит, как на самом деле работает, он говорит, что измерения производятся, производятся. Так в прошлый раз, Виктор Николаевич, я вам говорил, что то же самое многофакторный анализ учетов, значит, это... То есть вы называете состояние, он называл факторами. Нет, опять... Нет, здесь большая разница. У него заранее, классическое представление, у него заранее есть. У него есть заранее стоимость, вот это самое, что все как массы, они обладают стоимостью. Он просто говорит, Марс говорит, что стоимость, это определяется только трудом. А он говорит, что... Лебедев говорит, что стоимость определяется большим количеством факторов. То есть это совсем другое то, что хочу я сказать. То есть и Марс, и Лебедев друг друга очень близки, а я от них одинаково далек. Да, как бы они классическое представление, если так вот делать, такую аналогию, а Игорь как бы не классическое, да, как различие между физикой классическим и неклассическим. Да, да, да. И, кстати, для меня, чисто с философской точки зрения, это было с большим откровением, что оказывается некие махроскопические параметры, например, в экономике, могут выступать именно как операторы, а не как величины. Я первый раз такое вижу. Я думал, что это возможно только в микромире. А вот оказалось, вот я посмотрел, послушал, Булат и послушал Лебедева, и оказалось, что это именно так. То есть вот это такая. И очень интересно, что если у нашей большой системы, ее собственное состояние набора, они тоже дискретны, то у нас всегда возможен только кризис. То есть резкий скачкообразный приход из двух состояния в другое, когда здесь все меняется. Резко тоже скачку. А почему у вас резко вдруг меняется? Я представил себе, что наша большая система, она обладает не непрерывным спектром, а дискретным. А, и наступают какие-то дискретные моменты? Да, нет, просто мы живем в неком состоянии, это всего лишь одно состояние. Но соседнее состояние системы, оно будет дискретное, то есть мы к нему можем перейти только не путем медленных изменений, а только скачком. Ну, в основном в квантовой механике, квантовой механике их особенно любят. Есть здесь одно заражение, сейчас я его выскажу. Ну, это вот просто одна из гипотез. Ну, вот, в общем, вот такую я теорию как бы изложил. Вот как на этом можно услышать? Есть выложение. Можно вывод? Вывод, он состоит в следующем. Мы пытаемся строить новую теорию стоимости, на различении собственно стоимости, которую мы приписываем смысл операторов, и состояние этих операторов. Измерение у нас оказывается, то есть численное значение стоимости достигается путем вычисления вот этих операторов стоимости на конкретных состояниях. Поскольку у нас система макроскопическая, то есть очень большая, то в качестве этих состояний выступают, и это обычно собственные значения, собственные функции, которые описывают рынок целиком. Поэтому ситуация с нефтью, она окажется совершенно возрастом, естественно. Нефть действительно может, в зависимости от состояния мировой экономики, стоят от 30 до 150 долларов за бочку, но при этом мы сохраняем марсовское, смитовское, кондосочное понимание стоимости, как некоторого чистого времени, необходимое на производство данного продукта. Просто оно вводится теперь уже не в качестве численного переменной типа массы, но в качестве чего-то... Неопределенного качества. В качестве некого оператора. Ну вот, все. Какое возражение-то есть этому, если брать аспект уже не теоретический, а фактический? Ведь фактически, когда человек пытается произвести товар, он на самом деле заранее уже все переводит, как я вот и говорил про качество, он заранее уже все оценил в виде количества. То есть у него заранее как бы... Все же можно сказать так, что все начинается с неких количеств в виде денег, которые человек рассчитывает вложить в одно, второе, третье, выход на выходе, получить опять же некое количество, и потом это количество прибавит к нему какой-то свой профит, свой прибыль. Продать. То есть на самом деле, если посмотреть, как происходит на самом деле при производстве, то во многом вот этой неопределенности, о которой он говорит, ее как бы нет. Потому что заранее человек может рассчитать, сколько стоит одно, второе, третье и так далее. То есть человек экономически, он живет уже заранее в мире количества. И вот он никогда не покидает эти количества. Ему эти качества все равно. Вот как вот я всегда говорю, вот мне все равно какой товар продают. Как бы я продаю не товар, я продаю цены. Вот есть ли какие-то цены, я как бы на них умножаю их, например, на 30%, и их продаю. Мне все равно там, что конкретно, какие потребительские стоимости там приходят или уходят. Одно продаю я, допустим, там, столы, стулья, там, или там. Ну просто человек может прогнозировать. Нет, не в этом дело. Делается это и то, что на самом деле, поскольку человек все-таки действительно, прогнозировать это одно, а человек может находиться только, жить в мире количества изначально. Потому что изначально можно всю экономику поместить в мире количества. И тогда вот этого измерения не будет, потому что оно всегда, он всегда вот в этом классическом мире измерения жить. Он всегда будет, у него каждый шаг будет изменен. Но это насилие, это действительность. Это может быть насилие, но в некотором отношении это ближе к правде, к тому, как на самом деле ведется бизнес. Я воспользуюсь вот этим примером Дмитрия, да, с нашего сайта. Он говорит, что я купил этот рубанок, купил деревяшку, потратил электричество, выстроил, наконец, балотина. Потом, значит, я за ним балотина пошел на рынок и пытался его продать. Никто не купил. Ну вот сколько, значит, стоит? И столько труда потратил на этого самого балотина, сколько эта балотина стоит в результате? Правильно. Поэтому как бы его труд в итоге оказался стоимостью ноль. Да. Но именно потому, именно потому общество как бы регулирует, да, не чтобы ты производил, что тебе в голову пришло, а то, что нужно другим людям. Потому что это же обмен. Ты когда хоть хочешь что-то поменять, ты ориентируешься на то, что будет другим интересно. Ты не просто же производишь непонятно что. Ты им про это... Ну, балотина, конечно, очень интересно, всем нужно. Поэтому мы только гипп, что я дилетант, пытались там у него этого купить, потом пришли, что у меня балотина тоже не нужна. Потому что недвижимость, где его хранить-то, что же денег стоит? Ну, просто факт в чем состоит? Что возможно это насилие, на самом деле. Но в некотором отношении мы вообще, говоря, относимся к природе как-то с позиции насилия. То есть насилие, грубо говоря, возможно. То есть можно жить при социализме, реально. Ну, плохо. Не-не-не, социализм все равно невозможно. Социализм просто по другой причине невозможно. Потому что, если вся прибавочная стоимость будет делиться между участниками производства, то невозможно расширенное воспроизводство. Ну, это ладно, это уже другое. Почему? Почему? Тут социализм и всем изменить. Но вы как-то перескали. Давайте как-то, хорошо. Нет, социализм, причем, перескали. Почему? Почему нет? А почему нет? Я гораздо про это и говорю. Потому что социалистической точки зрения предполагают, что каждому предмету может быть назначена его объективная цена. Объективная. То у телевизора напротив меня есть объективная характеристика масса. Есть. Размеры есть. Но они считают, что его может быть его цена назначена некая объективная характеристика. И ты будешь жить в мире таких как... Это не признак социализма. Это просто... Это классическое представление. Это условие. Каждый объект... Вот смотрите, что такое классическое представление? Нет, слушай, я так и говорю. Я настолько понимаю, то, что вы сейчас огласили, это была наша, значит, советская экономическая система. А то, что у Карла Марса про это писалось, я что-то такое вроде бы не помню. Ну, я хорошо, тогда, значит, я сделал следствие. Следствие. Нет, нет, нет. Вот смотрите. Я не буду седу, я просто высказал свое. Я понимаю, может, это не Марса касается, а вот есть классическое представление, что каждый объект описывается некими характеристиками или свойствами. Среди прочих свойств встречается такое свойство, как стоимость Вот это классическое представление От которого игра отталкивается И говорит, что давайте Посмотрим на стоимость с другой стороны А может быть стоимость это не такая характеристика Может быть это стоимость, поскольку Ее количественный аспект Он не определенен заранее И возникает только в процессе обмена То есть это качественная Некая качественная характеристика Но она не определенная заранее Вы говорите об общей философском подходе Ко всем явлениям в жизни Не ко всем Почему? Некоторые явления заранее Но масса заранее известна Почему? Опять-таки она возникает Порядки известные с определенными А потому что установлен эталон Не обязательно установлен Просто масса вот такова Действительно, в квантовой механике масса Вот она такова, что у всех предметов масса есть Потому что мы говорим, что масса Поэтому это параметр числовой А, например, импульсный координатор квантовой механики Или момент импульса Это дофига других параметров Они выражаются И не являются числовыми параметрами И с ними иначе И в макромере точно так же У телевизора Масса вот этого телевизора Значит Есть некий числовой параметр Который есть объективный А его стоимость Это некий оператор Который надо вышлить На неких состояниях Состояния конкретного рынка Вот эта разница Вот, кстати, аспект вероятности Ведь рынок на самом деле стихия Да, вот если мы берем такое представление о рынке Что это стихия? Это равенство Ну хорошо Рынок равенства Я имею в виду Вот если мы берем такую стихию Как бирж Да, где цены постоянно вверх И их скачут До сих пор как бы неизвестен закон Да, ну там есть какие-то численные методы Да, какие можно прогнозировать Примерно Каким образом ведет себя рынок Но тем не менее законов-то нет Там как бы Да, это просто цена от упадки То растет И многофакторные Многофакторов влияют на эту цену Они как бы определяют каждый раз Какую-то секунду Да, состояние равенства Каждый раз фиксируется равенство Но оно зависит от времени И постоянно меняется Так вот Если брать Вот такое представление О том, как происходит обмен Да То тогда вот Игоревская теория Она просто действительно Соответствует своему месту Почему? Потому что Там действительно Ерещ идет всегда вероятности Пойдет ли цена наверх Пойдет ли цена вниз Как она устанавливается? Она каждый раз устанавливается В виде вот некого измерения Раз измерили Да, в какой-то момент времени Какая-то точная цена А так цена постоянно прыгает Да, 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 я об этом не сказал, значит, это тоже очень важно. Вспомним опять ситуацию плантовой механики. Вспомним, значит, что это, эту ситуацию. Помните, там я порисовал производную, оператор производной, то есть оператор импульса, и оператор координат. Интересно им, что этот импульс P и координаты X. Интересно, что эти операторы, они не коммутативны. Что это значит, что они не коммутативны? Это означает, что P, P, X не равно X, X, P. То есть, если ты их переставишь местами, то у нас отличаются значения. Зачеркнули значения. А, да, не равно, да. Это очень важно, но это легко понять. Взять какую-то функцию, на ней эти операторы посчитать. Ну, в самом деле, да? У нас всегда... Не объяснить, не удаваться. Ну да, но в общем-то, что производная там, в общем, понятно. Да, потому что здесь ты будешь еще брать производную по X, она будет как бы лишней, да? Это вот. У тебя они будут не равны между собой. Что это означает? Что эти операторы, 2, P и X, имеют разный набор функций. Что это означает? Что если ты померил оператор P, то есть, фиксировал значение импульса, то у тебя значение оператора X может принимать некий набор значений с разной вероятностью. Понимаете, да? То есть, разный вопрос написал, неопределенность, в принципе, не блюда, не блюда. Да. Или X, когда ты посчитал, значит, X, когда ты посчитал, то у тебя P, вообще говоря, будет принимать некий набор значений с разной вероятностью. И это очень важно. Когда мы говорим о неком операторе стоимости, вот оператор нашей стоимости, там, стула, да, или стоимости нефти, вот он там. Как бочку навязать? Ну, нефти, если. И когда у тебя есть некий глобальный оператор M, да, они, вообще говоря, между собой не коммутативны точно так же. И это означает, что те, что это означает, что собственные функции вот этого самого оператора, оператора M, они разные. Раз они разные, то это означает, что вот эти самые значения, вот в неком состоянии M, будут определяться между собой некой совокупностью значений S, то есть каждый раз, да, с разной вероятностью, скажем, A, M, с разной вероятностью. То есть у тебя рынок, вот этот, итоговый, он имеет принципиальную вероятность на природу. Это является тем, естественно, что функции, собственное состояние некоторого большого глобального оператора M, который описывается в СМИ, и оператора стула M, некоммутативным. Поэтому рынок принципиально имеет вероятность, ну и вот такую картинку. Принципиальную вероятность находит. Это важное замечание было, да, я хотел об этом сказать, но, слава богу, не забыл. Вот это надо понимать. Это вот тоже важное понятие, что стоимость любого товара в любом нормальном глобальном рынке, где все операторы не коммутативны, он всегда будет определяться различными числами с различными вероятностями. Что с вероятностью имеет 100 рублей, вероятностью имеет 120 рублей. Это и в день будет таких колебаний проходить достаточно много. А вот плановая экономика, которую предлагал Маркс, где цены должны были быть фиксированы, там просто все, там вот эта вот пропадает стихия, и так все только может декларироваться. Да, но такой... Потому что невозможно уже вычислить труд. Как его вычислить? Он вычисляется, он фактически измеряется только в процессе обмена. Да, но с точки зрения, Маркс это активная характеристика. Да, как это можно заранее? Типа масса. Типа масса. Поэтому я вот всем... Отсюда и плановая экономика постоянно терпит крах. Именно из-за этого. Маркс предлагал плановую экономику? Карл Маркс разве предлагал? Ну плановая это не его тема, конечно. Ну а чего? Ну я не знаю, но он разумную... Он, наверное, предлагал разумную экономику. Знать, не знать, как капиталисты. Нет, ну в смысле вместо стихии Рэнда предлагал некий разумное устроение экономики, точно и общества в целом, и экономики как сейчас. Разумное устроение, да? Там каждому по способностям, там... От каждого по способностям, каждому. Да, да, разумное. Ну разумное это стоилось на том, что стоилось на том представлении, что у вещи есть такая же активная характеристика стоимость, как масса. Вообще разумность, понятие, оно отсюда исходит, да? Что заранее мы знаем некие характеристики, мы можем найти характеристики опереться и планировать свои действия, да? Вот если мы знаем, что масса, допустим, там, стола, условно говоря, там, два... Ну сколько там, 50 килограмм, то это означает, что мы можем его поднять. Потому что мы примерно понимаем, что 50 килограмм – это вес такой, что можно его поднять. А теперь со стоимостью. Если стоимость заранее не определена, мы не можем не отнестись планово. Мы не можем заранее запланировать и составить, как бы, ну, некую общую, как бы, да, представление о том, как все должно обмениваться. Декларировать, что это должно обмениваться вот по таким... Да, прикол состоит... Нет, то срочно... Если... Причем здесь Марс, значит, тогда... Ну, Марс здесь... Марс, потому что то, что я говорю, находится в полном разрезе той теории, которую он, во-первых, в главе «Капитал» изложил. Не только он, а вообще... То он считает единственную главу, эту самую сложную... Я подозряю, что всей, на самом деле... Я ничего не увидел никакого... Любой теории классической стоимости, в противорече. Да, ничего не увидел. Нет, это то, что Игорь изложил, оно противоречит любое классическому представлению о стоимости, где стоимость измеряется заранее, да, и является неким свойством товара. Да, причем это количество измеряем. Да, потому что если стоимость количества не измеряем, то она не определенной характеристикой. А в классическом представлении стоимость заранее измеряем, она имеет строго определенную величину. Заранее дана. Заранее дана, да. То есть, ты просто когда ты меришь, то узнаешь, сколько она стоит. А она до этого была дана, а ты взял по мере и узнал... Но как бы даже в это классическом представлении, ведь всякий раз возникает, а почему стоимость колеблется-то? Казалось бы, если стоимость выражается в труде, то более-менее там должно все усредниться. У Марса же ведь как? Все должно как-то усредниться к некому среднему труду. И более-менее все это должно устаканиться. Почему же все равно происходят постоянные прыжки? Ну, если убрать все вот внешние факторы, действительно, связанные с тем, что там много что случается. Войны там, всякие какие-то катаклизмы случаются, перепроизводства, значит, в среднем взять, да? Почему же система, она не может быть сбалансирована? Ведь они считали как? Они считали, что при социализме система может быть сбалансирована с помощью как бы вот некого планирования. Я не знаю, я просто читал ли Макс это при социализме, я вот это не помню, поэтому... Ну, корот, но здесь, конечно, мы правим про Макса. Если вы читали, это по этому. Обсуждается первая глава «Капитал». Да, в первой главе слов «социализм» так или нет? Да, социализма там нет. Конечно, нет. Я делаю следствие. Я предлагаю другую теорию стоимости, которая находится в разрезе с любой классической теорией стоимости. Ну, я никакого разреза... Мое личное мнение, вот такую прослушан, я никакого разреза с теорией Макса не увидел. А вы по разнице между планетной механикой и классической физикой понимаете? Нет, и квантовую механику и классическую физику я не знаю, а то, что... А разница, в чем они отличаются принципиально, понимаете? Я ответил на вопрос, что квантовую механику и классическую физику я не знаю, и, соответственно, между ними я не могу знать разницы. А то, что сейчас было озвучено, я не вижу никаких... Правильно, потому что разница именно такова, как разница... Ты считаешь, что у Маркса нет понятия заранее известной стоимости? Нет, она есть никакой... Маркс как раз и говорит о том, что я... Основное, что и рынок, вот эта стихия рынка, равенство сторон производителя и покупателя, она и устанавливает вот в процессе. Нет, она устанавливает только цены. Сейчас, минуту, минуту. Только цены, а цена, стоимость есть заранее, как уложенный труд. Ну ладно, вы путаете, значит, цена это стоимость товара, выраженных в деньгах. Не надо вмешивать в слово цена. Цена это другая. Говорим о стоимости. Нет, значит, цена устанавливается как раз в процессе обмена. Нет, еще раз. Говорите стоимость. Цена это следующий этап уже. Хорошо, стоимость, стоимость. Нет, потому что вы хотите сказать, что цена это... Цена это стоимость товара, выраженных в деньгах. Я понимаю, да. Поэтому мы говорим о... То есть, о стоимости товара, выраженных в других товарах, то это что такое? Вот мы говорим о стоимости, вот об этих всяких абстрактных понятиях. И я хочу сказать, вот мой вывод, что я не увидел, допустим, там, ни элементов новизны или что-то противоречивших первого. Вот и все. Мое мнение. Может быть, может быть. Ну, я понимаю, просто я... То, что вы не увидели, потому что, как бы, на самом деле, разница, которая указана, она есть такая же аналогичная разница, как вижу в классической физике и кмаме. Причем, дело не в это просто, Саша, тут не надо знать физику. Тут можно сказать, что если у Маркса нет заранее установленной наобороты стоимости... Так она есть заранее, она выражена в том числе. Саша, как считаешь, что Маркса есть заранее установленная стоимость? Нет ее заранее. Первая глава Капликарта нет. Она заранее висит объективных работников. Характеристика... Вещи. Товарцы. Как раз в этот случай с массой, с гирями железными, он и приводит для этого. Говорит, что стоимость ведет себя точно таким же образом, как металлические гири выражают массу этого самого предмета. А стоимость точно так же выражает толп.